Приветствую тебя на канале, меня зовут Яна и добро пожаловать в Старстейбл. Итак, нам добавили две новые гонки на южном копыте. Конечно же я ожидала, что добавят квесты в Диколесе, но я думаю, что это будет чуть позже. Две новые гоночки тоже здорово. Встречай две новые гонки, загон на оранжи южного копыта проставил без дела, пока новичок скипни и решил устроить там скаковые дорожки. И он подготовил для тебя не одну, а целых две новые гонки. Так, добро пожал... А, подождите, добро пожаловать в Диколесе. Сюрприз! Теперь попасть в Диколесе стало легче. Раньше для этого тебе нужно было иметь статус Старрайдер, достичь уровня 16 и завершить задание Тарамбара. А теперь все еще... Ох, я думала, что статус Старрайдер теперь не нужно иметь и прям из... Ну, ладно. Ладно, теперь получается, что задание тоже нужно выполнять, но достигать определенного уровня больше не потребуется. Да, здесь, наверное, это имели ввиду. Ну, будем ждать, будем ждать, конечно же, новые квесты в Диколесе. Прям ждем не дождемся, столько много спойлеров на ютубе. Прям не терпится посмотреть так видео недели. И что у меня ждет на следующей неделе? Исследуя разнообразную природу в Диколесе на этой неделе, чтобы улучшить свои навыки. В будущем они тебе пригодятся. Что ж, отправляемся в игру для того, чтобы посмотреть эти гоночки. Итак, нас ждут две гонки. То есть рабочая выездка, да, по-моему, не конкур. Рабочая выездка, если будет такая же, как в виноградниках, то я думаю, что она станет снова одной из моих любимых гонок, качек. Так, я не совсем понимаю, куда мне идти. Что-то я не вижу своего персонажа, хотя уже подошла слишком близко. А, вот, все. Поняла. Ух, наверное, будет сложно на него нажать. Хотя нет, с первого раза получилось. Эй, привет, Ескип. Может, ты знаешь моего брата Рульфа? У него много собак. Я недавно переехал на Южное Копыто. Тут красотища, да? Сразу хочется оседлать любимую лошадь и прокатиться по окрестностям. И хотя мы с малышом Цезарем обожаем прогулки к рунным камням, нам нужно где-то практиковать прыжки, рабочую выездку и так далее. Мне на глаза попался загон на раньше спасения, который ты помогла починить. Как думаешь, Хью разрешит мне расставить там препятствия и тренироваться, когда он не используется загоном? Денег у меня немного, но я заплачу сколько смогу. Я была бы тебе очень признательна, если бы ты его об этом попросила. Конечно же. Так, он где-то здесь неподалеку, я думаю. Там же, где я обычный, да? И снова я его не вижу. То ли у меня баги, то ли его действительно нет. А, вот, за дерево спрятался, я его не сразу заметила. Скейп хочет тренироваться в загоне? Подождите-ка. Раньше спасение уголок активной жизни и исцеления. Я буду только рад, если это место никогда не будет пустовать. Договоримся. Так, если Скейп будет убирать за собой после тренировок, пусть ездит, когда загон не используется для терапии и реабилитации. Что касается оплаты, никаких денег с него брать не буду, но если Скейп захочет помогать на раньше свободное время, то я только буду рад, да? Отлично. Ну, вроде бы как мы договорились. Я думаю, что сейчас у нас все получится. Уж дайте нам скорее гонку. Хотим попрыгать, поконкурить. Он согласился? Конечно, я готов помогать на ранче. Я все детство провел на ферме и всегда хотела научиться профессии ветеринара. Так что это просто моя мечта, а теперь пора заняться обустройством маршрута. Я в селе с 6 лет, с самого детства ездил на пони и до сих пор предпочитаю этих малышей крепкие пони вроде Цезаря, он готландский. Рус прекрасно подходит почти для любого вида верховой езды, а мы с ним особенно любим конкур. Я подготовил маршрут для конкура в этом загоне из того, что нашел на ранче. Препятствия невысокие для пони в самый раз. Не слишком сложные, но и не совсем леготня. Подойдет и для сернировки, и для развлечения. Слушайте, а так, сейчас начнем уже гоночку. Это только у меня про готландского пони, потому что я на готландском пони. Или это у всех так? Нужно будет видео посмотреть на других ютуберах, которые будут начинать эту гонку на другой лошади. Не совсем понятно, конечно же, здесь прыгать. Очень много людей это отвлекает. Очень сложно, конечно, в таком ажиотаже что-то сделать правильно. Так, ну мы не будем здесь, конечно же, тренироваться на время. Просто небольшой такой обзорчик. Первый взгляд на гоночку. Так, здесь еще. Крутые повороты, как все. А, все уже закончено. Быстро. Только начнут, тут уже заканчивать пора. Хорошо, давай показывай вторую гоночку. Ох, мимо. Сейчас будем долго и упорно пытаться нажать на NPC. Ну, давай. Не получается. Скип. Ох. Сейчас, подождите-ка. Сейчас точно получится. Скип, ты где? Ты и пустынная мелодия показали отличный результат. Надеюсь, повороты не слишком крутые. Может, тебе стоит попробовать еще раз. Нет, не в этот раз. Давайте я это попробую, когда здесь будет намного меньше на сервере народу. Север не будет так лагать. И... Да что ж такое. А, вот, кажется, получилось. Готова к новым испытаниям. Я создал полосу испытаний, похожих на разные задания, которые выполняют на Ранче Спасения. Можно назвать это и рабочей выездкой. Принестись вовсю прыгать по такому маршруту тяжеловато. Интересно, как-то и пустынная мелодия подойдете к заданию, что ли? Или пройдете задание. Хорошо, поехали. Не буду сейчас, конечно же, спешить торопиться, потому что понятия не имею, куда и в какую сторону сворачивать. Впервые вместе с вами пробую. Так, здесь... Здесь что делать? А, вау, ничего себе. Не так бывает даже. А, я думала, здесь перепрыгнуть нужно. Так раз переживалась. Но начинать все сначала придется. Ага, здесь крутой поворот, а там дальше куда, я не совсем понимаю. А-а-а, ничего себе. Я думала, рабочая выездка будет в загоне, как на виноградниках. А здесь совершенно все по-другому. Интересно. Хм, любопытненько. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Здесь тоже поворот, да? А вот, а здесь крутой поворот. И дальше возвращаемся. Возвращаемся в загон. Перепрыгиваем через забор. Ох. А-а-а. Это продолжение. Я думала, после мостика будет окончание. Мостик меня смущает. Колокольчик. Отлично. Огибание стоек. Бочек, то есть. Ой, ну прикольненько. Ну, конечно, я ожидала немножко другое. И финишная прямая. Посмотрите, здесь небольшой блюд. Почему тут такие стрелочки? Не знаю, почему. Они напоминают мне те стрелочки, которые были в квесте, когда мы гуляли с жеребенком в этом заезде при выполнении квеста. Может быть, кто-то из вас помнит, но там были похожие стрелочки. Так, все прекрасно. Я, к сожалению, отключила диалог, но зато получила награду. Ну что же, о впечатлениях, наверное, рано говорить. Я не совсем поняла, что это и как это. Я думаю, что чуть позже, завтра уже, наверное, с утра, ранним утром, я зайду в игру и уже буду наслаждаться этими гонгами, скачками. Когда уже здесь никого не будет, уже более-менее у меня сложится впечатление об этих скачках. В принципе, неплохо. Очень классно, что разработчики разнообразили немножечко игру. Пишите тоже свое мнение в комментариях, интересно будет прочитать. А на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Star Stable. А с вами была Янита и увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok